На самом деле, по мнению, пройдет после одной холодной зимы, она будет в следующем году, судя по всему. И я даже не по температуре, я имею ввиду по проблемам с газом. Ну вы же поняли, да, что два молодых мальчика начали проводить некую государственную политику в отношении к нелюбимой нами, но существующей стране-агрессору России. Даже не столько Россия, сколько РАО «Газпром», который является одной из столпов этой страны и лично господина Путина. Понимаете? И в этой ситуации им позволили играться, нам не нужен российский газ. Вот они это рассказывали байку эту два года, да, потом вдруг оказалось, что без российского газа уже мы не можем. И начали требовать, продавайте нам газ, потому что продавайте, продавайте. К чему я говорю? Сложнейший вопрос. Я точно так же, как и вы, патриот своей страны, я крайне негативно, да, я считаю их агрессорами, но именно в законодательстве в свое время было четко предусмотрено. Есть вопросы межгосударственные, межправительственные, а газовые вопросы, это вопросы, ну, хозяйствующих субъектов, по крайней мере, в соответствии с законодательством. Все это время мы наращивали каждый год, мне лень лезть, но я могу просто вот так показать, динамика транзита российского газа в Украину за последние 4 года вот так возрастала каждый год процентов на 15. 93 миллиарда мы прокачали в 17-м году, это рекорд. То есть мы в Европу просто? Да, российского газа. То есть в Европе увеличилось потребление? Да, да. Ну, знаете, что увеличилось? Для реверса. Ну, вы же понимаете, в Европе газ не добывают. Если мы в это время не купили российский газ, то мы купили его не на восточной границе, 14 миллиардов, а на западной границе. Туда добавилась цена транзита, туда добавились все их бабки, которые они завели и вывели. И этот газ там на 30-40 долларов дороже, чем если бы мы покупали там. Но мы его все равно купили. Но в Европе же он где-то же должен взяться, но где его? Там не добывают газ, понимаете? Поэтому эти вещи, когда дали этим парням вот эти вот баталии, которые сегодня пытаются убедить всю страну, что они там выиграли. Это вообще отдельная дискуссия, понимаете? Это сложнейшие вопросы. В суд зайти легко, выйти из него невозможно. И на сегодня вопросы транзита потенциального, который должен Украине приносить 3 миллиарда долларов каждый год за счет транзита российского газа. Но у нас вообще пока что будет с 2020 года, когда заканчивается договор, так называемые кабальные договора Тимошенко, на базе которых они выиграли этот арбитраж, да? И эти договора гарантировали этот транзит. А сегодня нет ничего. Пустота, вакуум, понимаете? Это отдельный вообще. Я не хочу даже затрагивать эту схему. Я могу сказать только одно, что правительство настолько упустило контроль за ситуацией в НАК нефтегазе. Я даже про их идиотские зарплаты циничные не хочу говорить. Но это просто мерзавцы, понимаете? В такой ситуации, в такой нищете рисовать себе зарплаты по 2 миллиона гривен в месяц. Но это только недоумки, понимаете? А вот некоторые эксперты, которые у нас в студии говорят, что это правильно, потому что они умные люди. Да? Гениальные люди? Они на рынке эту прибыль заработали? Или административным путем в отсутствии рынка подняли просто цену на газ и у них поползли прибыль? В чем их гениальность? Расскажите мне, пожалуйста. Потом вы все поймете.